Всем привет! Меня зовут Светлана. Я хочу приветствовать вас на своём канале. И сейчас, дорогие мои друзья, мы с вами сделаем общий расклад, один расклад. Посмотрим, дорогие мои друзья, как вообще происходил кратник, что вообще делалось на вас. Смотрите, кому-то он подойдёт, кому-то не подойдёт. Если это не ваше, вот просто скажите, отрицаю, отрицаю. Можете там любую копейку, хоть там 5 рублей, 10 рублей кинуть, сказать, отрицаю. Это тоже можете сделать, в принципе, чтобы оно не пошло. Но мы сейчас сделаем общий расклад. Благодарю вас, Nano S, за 149 рублей в копилочку чата от всей души. Так, ну как же так, Владимира ещё и почему-то запанили. А я открыла Владимира Кузнецова. Здравствуйте, я вас обожаю, вы молодец. Владимир, я вас тоже обожаю. Не вижу, правда, вас, но тоже обожаю. Мужчин очень мало, их надо беречь. Так, Марина Ефимова, 29 рублей в копилочку. Благодарю вас от всей души. Светлана Федотенко, 20 рублей, благодарю. Благодарю вас. Итак, девчоночки, давайте смотреть, как вообще проходили эти крадники, что вообще творилось. Как правило, крадники, они очень-очень коварные. Вот смотрите, что сейчас пошло. Вторжение в вашу жизнь. Кстати, вот кто-то спрашивал, как по мне обратиться. Вот они контакты, на WhatsApp пишите. Вот он номер телефона, пишите смс, ждёте, пока я вам отвечу. Было вторжение в вашу жизнь. Был какой-то подклад или подарок. Может быть, знаете, вот бывают ещё составленные букеты, с кладбища берут и дарят. Но в любом случае букет — это подарок, это подклад. Вам что-то принесли домой. Вы видите, что сделали с вами? Вам крылья просто отрезали. Вы понимаете, какая-то скотина вот этим вот мечом просто обрубила вам крылья. Вы представляете, что творится? Карты Таро были, и карты Таро на ритуале. И какой-то целитель уже работал над вами. Работа была над вами проведена. Кто-то уже что-то делал, чистил вас. Смотрим дальше. Что у нас тут? Ой, ну здесь вообще, ребят, на кладбище. Ну, тут определённый подклад. Вот прямо написано «подклад». Дёргают, как за марионетку. Видите, что делается? Просто дёргают вас за верёвочки, и всё тут. А подклад уже второй раз показывают. Я хочу вам сказать, чтобы вы посмотрели, почистили свою квартиру. Посмотрите, у меня на этом канале есть плейлист, называется «Защита дома». Вот «Защита дома», а там есть чистка жилища солью. Почистите, плюс ещё посмотрите, плейлист называется «Рунические ставы». «Рунические ставы», и там вы найдёте чистка жилища «Руны Квиорд». Вот вы пишите, как избавиться. Как избавиться, надо обратиться на личную консультацию. Я посмотрю и скажу, как избавиться для того или иного случая. Не может быть для всех одинаково. Ну, не может быть, понимаете? Сама выпала ведьма. Ну, тут колдунья конкретная, колдунья работала. Это было на заказ, это не было просто сделано, понимаете? Не было на заказ. Ну, разбитое сердце, любовная сфера, и забрали мужчину. Вот мужчину показывают, как соперник, да? Забирают гора непреодолимые трудности, какие-то смс-ки мужчин не приходили. А может быть, и вы тоже видели эти смс-ки, и наверняка вы читали, застукали своего мужчину за таким грязным делом. Совы, сплетницы, ох, сколько много сплетниц. Обратный ход колеса. Вот оно и пошло. Всё в обратку пошло. Обратное, в обратный отчёт, понимаете? Если вы чего-то достигали, достигали, нарабатывали, а теперь всё покатилось в обратную сторону, вы понимаете? Всё, на спад пошло. А вот оно вам, пожалуйста, по родовым проклятиям. Кстати, я видео уже записала про родовые проклятия. Послезавтра у меня будет премьера. Посмотрите обязательно. Утром в 8 часов завтра у нас... Или завтра, подождите, завтра у нас проклятие. Я записала, завтра у нас будет по проклятиям. И вечером у нас будет стрим завтра. И будем ещё диагностику делать интересную, кстати, по проклятиям. Будем делать навоски. Так. По роду, родовые проклятия. Их несколько штук. Я об этом говорю в видео. Посмотрите обязательно. Вот вас застопорило. Вот как якорь упал, понимаете? Корабль шёл, красивый лайнер, да? А вот он застопорило. Якорь упал, и всё встало. Дело встало, любовь встала. Всё встало, понимаете? Без движений. По роду надо смотреть. Что-то в роду у вас не так. Посмотрите, живут ли хорошо ваши родственники или нет. Потому что что-то тут по роду не так идёт. Солнце говорит о том, что впереди всё равно будет солнце. И у вас вход будет. Это положительная карта. И вы почиститесь, и чистки хорошо пройдут. Это обязательно. Вот он, ключ, замок, язык однозначно. Это засекреченная информация. Кто-то это делал. Ждёте вы? Ждёте чудес, но чудеса, я вам сразу говорю, их просто так не бывает. Их надо делать своими руками. Обращайтесь к специалисту, чтобы вам назначили чистки. Вот она, змеюка-подлюка такая, которая была у вас, как гром и молния появилась в вашей жизни. Даже не ожидали, что эта сучка такая будет. Вот она, жаба, жадность её, жаба задушила. Просто жаба задушила её. Что, как вы живёте, как вы выглядите, что вы имеете. Соль, конечно. Соль, это проводились какие-то манипуляции. И вот она в жизни вашей наступила туча. Пришла туча и накрыла, просто накрыла вас тучей. Знаете, бывает у вас такое, что не хочется ничего делать, карта бездействия. Вот такая апатия, вот не хочется ни спать, ни есть. Лежите в потолок, смотрите, ничего не хотите. Вот такое вот. Так, я блокирую людей, которые рекламируют свои каналы. Сразу же, сразу же, мне нужно здесь рекламировать мне каналы. Так вот, вот эта апатия и карта власти, это такой трон, и он пустой. Говорит о том, что вот это вот кресло, кстати, властное, оно вас и ждало. Понимаете? Вот вы должны были сейчас сидеть на троне, но вы сейчас вот в таком положении, в апатии, где-то лежите дома, в потолок смотрите, ничего вы не хотите делать. Это плохо. А вот мужчина, кстати, это вот этот хороший мужчина выпал. Где-то ваш мужчина ждёт вас, понимаете? А вы вот так лежите и не хотите пошевелить пальцем, понимаете, чтобы что-то исправить в своей жизни. Я вам сразу хочу сказать, нужно обращаться, обращаться к специалистам, чтобы вас вот вознести, посадить вот на этот трон, и чтобы этот мужчина был при вас. Понимаете? Опять вы видите, что происходит. Это жадность, жадность чья-то. А вот опять карма, карма. Это как луна, человек тащит луну. Кармические отработки по материнской линии вы несёте. Посмотрите, как ваша мама или бабушка жили. Что-то тут по материнской. Вот ящик Пандоры. Что-то вы не знаете, прям сама карта вывалилась. Что-то вы не знаете по роду. От вас скрывают. Узнаете, что скрывают по вашему роду. Что-то очень-очень серьёзные вещи скрываются. Ну вот она открывается. И любовь. А вот он и аборт. Вот это нерождённый ребёнок. Вот он должен родиться, но он не родился. Вы видите здесь скелет, да? Значит, посмотрите у меня на втором канале, у кого были аборты. На второй канал переходите. И там вы найдёте ритуал отвязка нерождённых детей. Сделать в обязательном порядке. Иначе ничего в вашей жизни не получится. Если у вас или у ваших родных были аборты, отвязку, микроотвязку нужно сделать обязательно. Обязательно. Сила. Вот опять смотрите, ребёнок. Вот нерождённый ребёнок, а это ребёнок, который может вас спасти. Понимаете? Вот пишет, да, Надежда мне пишет, замерзшая беременность. Не важно, это замерзшая беременность или мёртворождённый ребёнок, аборт, выкидыш, внематочная беременность. Это всё приравнивается к нерождённому ребёнку. Всё приравнивается. Поэтому обязательно посмотрите и сделайте отвязку. Смотрите, спасёт вас какой-то другой ребёнок. Тот, который спрашивает, какой второй канал. Второй канал называется «Светлана Веда. Ритуалы чистки». Вы можете под любым видео зайти, в описании к видео вы найдёте ссылку на второй канал. Спасти вас может также ребёнок. Понимаете? Либо же вот этот ребёнок, когда вы у него отмолите грехи, и он повернётся и уйдёт, и оставит вас в покое. Либо же у вас есть ребёнок, который вытаскивает вас из сложных ситуаций. Это как ангел ваш, хранитель. Понимаете? Либо вы должны ещё ребёнка родить, чтобы всё почиститься окончательно. В любом случае, вот какой-то ребёнок должен вас спасти. Понимаете? Ну, лошадь – это ложь, жадность, глаз. Смотрите, ну кто-то прям рядом гамнячит прям вас. Кто-то следит за вами, жадный. Вот уже третья карта, две жабы было, и сейчас жадность показывают. И лошадь – это всегда ложь. Понимаете? Ложь. Кто-то брешет вам. Просто по ушам ездит. Посмотрите внимательно, кто такой. Может быть, какой-то игрок. Да, кстати, девчонки, обратите внимание на свою грудь. Вот эта карта никогда просто так он не выпадает. Может, это аж кисты на груди, там или шарики катаются в груди. И обратите на это внимание, сходите, сделайте маммограмму, да, и вообще к врачу-онкологу обратитесь. Это не всегда онкология, но нужно будет посмотреть вот эту карту. Эта карта не очень хорошая. Грудь проверьте. Вот всё, я на этом останавливаюсь, потому что у вас будет любовь однозначно. У вас будет свой замок, это дом ваш будет, замок ваша крепость. Вы настрадались, и вы прижмётесь просто головой к своему сильному мужчине, и будет вам счастье. Корабль — это отплытие к берегам, либо к берегам, к мужчине вы поедете жить, либо мужчина к вам переедет жить, либо вы поедете вместе путешествовать. Но вода здесь, вода здесь, вода — это жизнь. Вообще вот эти вот три карты, они абсолютно перекрывают всё. Три последние карты хорошие, значит, это говорит о том, что очищение пройдёт хорошо, и у вас всё сбудется. За долгие страдания и переживания у вас будет счастье с любимым человеком, крыша над головой и путешествия. И вот это вот даже луна, а луна — это как мать, да, кармически вы отработаете все задачи, и женщина, луна, мать или же бабушка будет вас хранить и охранять вас в браках и ваших деток. Так, Надежда Ромашко, 40 рублей, благодарю, принимаю, и я вас благодарю за денежку и за то, что вы со мной. Прекрасный расклад, пожалуйста, всё для вас, дорогие мои друзья. Сейчас мы эти карты убираем. Надеюсь, что этот расклад вам понравился и был полезен. Но кто хочет индивидуально обратиться ко мне, вы всегда можете это сделать на WhatsApp, вот он, номер телефона, оставить смс-сообщение. Звонить не нужно, оставляйте смс, ребятушки, всё, роднолички. Я вас люблю безумно, обнимаю, целую и желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Всё, роднолички, верьте в мечту, верьте, и она обязательно исполнится. Всё, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»